Валентина Покровская покупает фрукты только на рынке. Говорит, особенно внимательно выбирает клубнику и черешню, чтобы не отравиться химическими добавками. Внешний вид. Потом пробую, конечно. Естественно, предпочитаю покупать у деревенских жителей, не у перекупщиков. Некоторые фермеры используют для более раннего урожая азотные удобрения. Фрукты и овощи, вредные вещества накапливают и несут угрозу для здоровья потребителя. Сейчас наиболее опасными с этой точки зрения являются молодые кабачки и свекла, говорят эксперты. Но большинство продавцов на центральном рынке города уверяют, у них вся продукция безопасна. Ну надо все пробовать. Есть люди, выращивают на бизнес, есть люди, выращивают для себя. Я привезла такую черешню, которую я считаю нужным дать и деткам, и людям, и разным. Потому что у меня всего два внука, два близняшки. Я не могу дать плохой товар. Но это своя клубника, в принципе, тут ничего нет. Это раньше, допустим, что мы брали, но там все равно это была привозная, допустим. Ну, опять же, Херсон, это тоже самое хозяйство, такие же фермерские. В принципе, они химии так особо не льют тоже, ничего не нет. Всю продукцию на рынках проверяют в специальных лабораториях на местах, говорит эксперт Юрий Коломеец. Фрукты или овощи для анализа измельчают и смешивают с раствором алюмокалиевых квасов, после чего при помощи электрода измеряется уровень нитратов. Если при исследовании их концентрация на килограмм превышает 400 миллиграмм, разрешение на продажу аннулируют. Проверки на рынках проводят ежедневно. Во время первых завозов, это как бы тепличные, очень много было выбраковок. Сейчас уже более-менее, ну, все равно тепличные, но снизилось содержание нитратов. Термическая обработка или даже вымачивание фруктов и овощей в воде не спасет от нитратов, говорят специалисты. Поэтому при малейших сомнениях потребителям необходимо требовать удостоверения качества на рынке или сертификат в супермаркете.